Мы у себя сначала посидели дома, выпили, потом взяли и пошли к нему. Вот так, можно сказать, по-бытовому эта история и начиналась. Следователи выяснили, что проснулась женщина в 10 утра и сразу за, так сказать, праздничный стол. Туда, где уже были расставлены бутылки и рюмки. Через полчаса пришла знакомая со своим горячительным. Вначале допили то, что было на столе. А когда пришла пора переходить к ней по чатой, то гостья тут же собиралась домой. Да и бутылку забрала с собой. Хозяйка попыталась возразить, за что и получила несколько ударов по лицу. Возмутилась и схватила нож. Знакомую настигла у калитки. Когда она ко мне повинулась, ну, с животом, я вот так ее ударила вот сюда. То есть нож, лезвие ножа, куда было направлено? Я держала так и вот так и замахнулась. Снизу вверх? Да, снизу вверх. Ну, вот так. Вот и размахнулась. С замахом? Да. Снизу вверх? Да, я ее сюда. Но она потом ушла туда. Единственный удар, говорят эксперты, пришелся прямо в сердце. Но даже с такой раны женщина прошла по проселочной дороге, свернула к нужному дому и только там упала. Обвиняемая же, по ее словам, пришла домой, положила нож и стала ждать полицию. Даже, говорит, поплакать успела. По данному факту, Рязанским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 105 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет. 36-летняя Рязанка уже была судима. Прошлая статья не снята и не погашена. Возможно, в суде это тоже сыграет свою роль и накажут ее по всей строгости. Продолжение следует...